Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент. Полную книгу вы можете скачать, прослушать онлайн и получить в текстовом виде, в таких форматах, как FB2, по ссылочке в описании под видео. Переходите и наслаждайтесь! Моя жизнь Я знаю, как это бывает. Открываешь новую книгу, посвящение. Мы всегда хотим пролистнуть эту страницу. Дальше. Но эта книга написана для вас. Мы с вами могли никогда не встречаться или встречались мельком. Вы могли никогда ничего не слышать обо мне. Но если вы что-то обо мне уже знаете, то я благодарю вас за то, что захотели узнать больше. Благодарю за то, что решились потратить на меня свое время. За ваше любопытство. Может быть, вас просто привлекла обложка. Благодарю вас за то, что решили взять книгу с полки. И последнее. Это касается всех тех из вас, кто переживал вместе со мной мои победы и поражения, как свои собственные. Простого спасибо недостаточно, чтобы выразить вам мою благодарность, но в моем сердце навсегда сохранится признательность вам. Не судите обо мне по моим успехам. Судите по тому, сколько раз я падал и поднимался снова. Нельсон Мандела. Пролог. В какой-то момент, ближе к концу открытого чемпионата Австралии 2016 года, медсестра попросила меня помочиться в контейнер. В этом не было ничего необычного. Просто еще одна процедура, предписанная ITF, Международной Федерацией Тенниса, для проверки атлетов на допинг и сохранения чистоты спорта. Мне было 28 лет. Я делала это уже больше 10 лет и забыла об этом тесте сразу же, как только сдала его, быстро переключившись на другие насущные проблемы. Следующий круг соревнований, следующая игра, которую мне необходимо выиграть, чтобы достичь того, к чему я стремилась. Я уже выиграла пять турниров большого шлема, включая и открытый чемпионат Австралии. Но желание быть самым счастливым из игроков в последний день больших соревнований никогда не исчезает. Более того, оно растет. Приближаясь к завершению карьеры, а в первые недели 2016-го я думала только об этом, я стала лучше ощущать время. И шансов на выигрыш турнира большого шлема у меня оставалось все меньше и меньше. Сирена Уильямс выиграла у меня в финале 2015-го года. В двух сетах на тайбрейке. Проигрывать никому не хочется, но я ушла с корта с твердостью и оптимизмом. Я ждала наступающий сезон, который станет для меня одним из последних. Более того, в те дни, перемещаясь по Азии с одного турнира на другой, я меньше думала об игре, чем о своем уходе. Я знала, что конец близок, и хотела уйти красиво. Я в последний раз объеду турниры большого шлема, начиная с открытого чемпионата Австралии, потом открытый чемпионат Франции, потом в Умблдон. Этакий круг почета. Получу удовольствие от зрителей, а они получат удовольствие от моей игры. Все закончится на открытом чемпионате США, на корте которого я выйду как раз в тот момент, когда эта книга появится на прилавках магазинов. Может быть, я даже доберусь до финала. И может быть, Сирена тоже в нем будет. Сирена Уильямс – это живое воплощение моих побед и моих неудач. Наши истории всегда переплетены. На каждый матч с ней я выхожу с уважением и трепетом. Именно Сирену я победила в финале Умблдона, чтобы в возрасте 17 лет выйти на международный уровень. И именно от нее мне доставалось больше всего впоследствии. Я выигрывала у всех, кто выигрывал у Сирены, но никак не могла победить ее саму. В этом есть свой секрет. Она его знает и знает, что я тоже его знаю. Это наш с ней секрет, к которому я вернусь, когда наступит время. А может быть, я найду способ победить ее, и моя карьера завершится так же, как и началась. И я буду стоять рядом с Сиреной, с кубком в руках под восторженные крики толпы. Знаете, есть такая поговорка – человек предполагает, а Бог располагает. Шла третья неделя сезона, когда я получила электронное письмо от ИТФ. Когда я стала его читать, меня охватила паника. Это о том тесте, который я сдала в Мельбурне. Я его не прошла. В матче был обнаружен мельдоний, а в январе 2016 года мельдоний был занесен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных препаратов. Другими словами, я нарушила антидопинговые правила. Меня немедленно отстраняют от соревнований. Затем последует слушание. Мельдоний? Я никогда о нем не слышала. Это какая-то ужасная ошибка. Все еще лежа в постели, я полезла в интернет. У мельдония было еще одно название – мельдронат. И о нем я что-то слышала. Это добавка, которую я принимаю вот уже 10 лет. Она используется для лечения множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Мельдронат рекомендовал мне домашний врач в 2006 году. В то время я была совершенно измучена, часто болела, и на ЭКГ у меня появилось несколько аномальных зубцов. Кроме того, некоторые из членов моей семьи болели диабетом. Я даже не задумывалась об этой таблетке, просто принимала ее. Принимала всякий раз перед интенсивной физической нагрузкой, так же, как люди употребляют детский аспирин для того, чтобы избежать сердечного приступа или удара. Я была не единственной, кто его принимал. В Восточной Европе и России мельдронат распространен так же, как и бупрофен. Миллионы людей пьют его ежедневно, включая мою бабушку. Я никогда не вносила его в форму ITF. В нее заносятся препараты и пищевые добавки, которые вы принимали в последние 7 дней, потому что не употребляла его регулярно и не считала, что он чем-то отличается от таблеток Адвила. Примечание – обезболивающий препарат на основе ибупрофена. Здесь и далее, если не указано особо, примечание переводчика. Конец примечания. Как он улучшает мою игру? На этот вопрос не может ответить даже ITF, потому что он никак на нее не влияет. Создаются впечатления, что официальные лица запретили его только потому, что его принимают в Восточной Европе. Если они его принимают, значит, для этого есть причины, что-то в этом роде. Я пропустила сообщение о запрете Мельдония, потому что он прятался в длинном списке других препаратов, до которого можно было добраться, только перейдя по нескольким ссылкам, указанным в письме из ITF, и которые я просмотрела невнимательно. В этом и была моя большая ошибка. Я повела себя неосмотрительно. И вот сейчас этот момент невнимательности грозил разрушить все, чего я добилась. Меня могут отстранить от соревнований на четыре года. Четыре года! Для профессионального спортсмена это все равно, что вечность. Передо мной распахнулась бездонная дыра, в которую я свалилась. Все, ради чего я трудилась с четырех лет. Вся эта моя сумасшедшая борьба неожиданно получила новую жуткую и несправедливую окраску. За этим последовали дни сомнений и отчаяния. «Черт побери!» воскликнула наконец я, встряхнувшись. «Я буду бороться с этой хренью!» «Что лучше всего характеризует мою игру?» «Решительность и стойкость. Я никогда не сдаюсь. Вы можете сбить меня с ног десять раз подряд. И я поднимусь в одиннадцатый и запулю желтым мячиком прямо в вас». «Это меня не убьет», — сказала я себе. «Последнее слово еще не сказано». «Чтобы понять эту мою решимость, вам надо знать, кто я такая, откуда я и что привело меня туда, где я нахожусь сейчас. Вам надо знать обо мне и моем отце и о том полете во мраке ночи из России, когда мне было шесть лет. Вам надо знать о Нике Бе, Секу и Сирене, а также о милой пожилой паре из Польши. Вам надо знать всю эту невероятную историю. Другими словами, вам надо знать все». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова